Всемирный день гемофилии отмечается ежегодно 17 апреля. Основная цель – привлечь внимание общества к проблемам гемофилии и сделать всё возможное для улучшения качества медицинской помощи, которая оказывается больным этим неизлечимым генетическим заболеванием. В нашей республике проживают 29 человек с подтверждённым диагнозом. Все они проходят поддерживающую терапию. Более того, в нашей республике функционирует общественная организация людей, имеющих диагноз гемофилия. Более подробно об этом и не только мы поговорили с гематологом, главным внештатным специалистом Минздрава Карачаево-Черкесской Республики и с президентом Карачаево-Черкесской общественной организации больных гемофилией. Здравствуйте, Диана Нуалановна. Сегодня мы будем разговаривать с вами о таком заболевании, как гемофилия. Это болезнь, о которой слышали многие, но не совсем хорошо с ней знакомы. Давайте расскажем нашим телезрителям, что это такое, как это проявляется и, собственно, как диагностируется данное заболевание. Гемофилия, если вот действительно совсем простыми словами, это редкое наследственное заболевание, которое проявляется нарушением свертывания крови. При гемофилии возникают спонтанные кровоизлияния в суставы, мышцы, внутренние органы, и человек, страдающий гемофилией, может погибнуть от незначительной травмы, так как организм человека не справляется с поврежденным сосудом. Вообще, так как это наследственное заболевание, передается от родителей ребенку. Сыновья, мужчины, болеющие гемофилией, со стопроцентной вероятностью будут здоровы, а вот девочки, мужчины, болеющие гемофилией, со стопроцентной вероятностью являются носительницами гена гемофилии. И уже вот эти девочки 50 на 50 могут родить человека, который будет страдать нарушением свертывания крови, имея дефицит фактора. Восьмого и девятого фактора. Как конкретно проявляется данная болезнь и с какого возраста ее можно диагностировать? Чаще всего гемофилия – это диагноз, который подтверждается в первый год жизни. Ну, когда ребеночек маленький, еще понятно, что каких-то кровотечений у человека не возникает. При прорезывании зубов, какие-то уже начинают ползать гематомы, вот уже мелкие там кровоизлияния, когда начинается в мышце сустава, вот тогда уже такие звоночки для того, чтобы обратиться к педиатру. Ну, практически это с раннего возраста устанавливающийся диагноз. Есть два варианта – гемофилия А, гемофилия Б и более такое легкое течение – это дефицит фактора Вилибранда. Волезнь Вилибранда, она более благоприятно протекающаяся, и вот именно дефицит фактора Вилибранда могут проявляться практически в течение жизни. Таких пациентов, у нас, которые там прожили и 50, и 60 лет, и в таком возрасте устанавливается диагноз, таких пациентов тоже очень много, потому что он, ну, не обращает внимания на мелкие какие-то кровопотеки. И при вот дефиците именно фактора Вилибранда, получается, там, вот эта кровоточивость, так как это наследственная, они все приходят со словами, ну, у родителей так было, и у меня-то, как бы они считают, что это норма, и настороженности у самих пациентов нету и первичного звена. Что касается статистики заболеваемости в нашем регионе, сколько человек болеют, ведется ли данная статистика, и какая помощь оказывается этим людям? Статистика, конечно, есть. Это очень исторический вот такой диагноз, вообще считается царским, потому что впервые выявили у людей, которые именно царской семьи. По статистике вообще считается, что это один человек на 10 тысяч в мире. В России около 9 тысяч зарегистрированных пациентов, которые имеют этот диагноз, а по КЧР у нас есть регистр, который ведется именно по орфанным заболеваниям по гемофилии. У нас 29 пациентов, которые и идут в регистр и находятся на терапии. Гемофилия вообще неизлечимое заболевание, и основная суть терапии – это идет как заместительная терапия. Вот как я раньше сказала, какой дефицит, именно какого фактора не хватает, имеется фактор свертывания крови, либо это плазматические, рекомбинатные. Сейчас, раньше, если сталкивались с проблемами, что нет лечения специфической терапии, последние лет 20-25, даже если быть точнее, есть ВЗН, высокосатратная группа нозологии, которая обеспечивает полностью, но через Минздрав России обеспечен, пациенты полностью обеспечены факторами. В далеком будущем, в перспективе, нам все, по крайней мере, международные сообщения говорят о том, что в настоящее время, если получают именно факторы, это тяжелое течение гемофилии, 2-3 раза внутривенное введение фактора. Есть, в настоящее время, сейчас получилось так, что есть подкожные варианты, есть продленные, там не 3 раза в неделю, а 1 раз в неделю, есть те, которые 1 раз в 2 недели, но для человека, тем более для ребеночка, вот 3 раза в неделю внутривенные инъекции, понятно, что это очень тяжело и стрессово для родителей, обучение, есть специально очень много школ для больных с гемофилией. А в будущем нам обещают, что это будет генная терапия, по крайней мере, такие работы проводятся, что на генном уровне будет лечить гемофилией, исходно предполагает этот диагноз. У нас 95% именно на внутривенном, 5% на подкожном введении, это в основном дети и ингибиторные формы, более тяжелое течение. В основном 95% идут на внутривенные инъекции, это как обычные внутривенные уколы. И люди сами на дому проходят обучение, если дети, то это родители проходят обучение. Так пациенты практически все, если выставлен диагноз, мы их специально направляем в школу, обучаются и на дому проводят вот эту заместительную терапию. Хотелось бы узнать, люди, которые имеют диагноз гемофилия, могут ли они вести полноценный образ жизни? Да, полноценный, практически все больные с гемофилией, они проживают в настоящее время, имея возможность и доступ к терапии, они проводят полноценный образ жизни. Вот еще от себя хотела сказать, вот, честно, я очень благодарна судьбе, что вот судьба меня именно в медицине свела в гематологию, для того, чтобы распознать вот именно историю гемофилии. Вот не только у нас, но я в частности за нашу республику могу сказать, у нас есть общие, мы уже практически как одна семья, вот все больные с гемофилией, вот эти 29 человек, у нас есть общие чаты, вот действительно одна семья, ни одного человека, вот полная убежденность у меня, что если пациенту какому-то с гемофилией понадобится помощь, в любое время, в прямом смысле слова, день, ночь, любому человеку позвони, но так как, ну они все обеспечены препаратом, терапию получают, обследованы, но нет у нас одного пациента, который нуждается там, да, в обследовании, в препаратах, но экстремальных ситуаций, вот чрезвычайных тоже никто не застрелил, кто-то куда-то поехал, экстренная какая-то операция, вот бывает, что там препарат нужен, перевезти, ну все что угодно, любому пациенту из этих человек позвони, вот я лично сама уверена, позвони, вот в любое время, и лекарственное, все что нужно для любого из этих наших пациентов, всегда будет помощь, и это вот, я не знаю, может это школа воспитания, вот у нас есть председатель общества гемофиликов, я пришла на работу, она уже много-много лет это все курировала, по главе нее, с ее подачей, с ее воспитанием, вот у нас в республике взаимопомощь, поэтому я очень-очень, честно, мне гордо всегда говорить за вот гемофилию. Галина Николаевна, вы возглавляете общество людей, у которых есть диагноз гемофилия, вот хотелось бы узнать, как так вышло, что вас сподвигло на то, чтобы организовать данное общество и, собственно, его возглавить. Помогая другим, я прежде всего помогала своим детям, у меня сын и племянник больных гемофилией с маленьких лет, и так получилось, надо было, у нас тут Колоссовский был гематолог, очень хороший врач, который предложил организовать это общество и мы согласились. Что на сегодняшний день входит в функции данного общества, чем вы помогаете друг другу и для чего оно, собственно, было создано? Ну, у нас родители в этот состав входят, больные сами, родственники, кто хочет, тот и обращается к нам. Какая есть нужная помощь, все, мы можем помочь. Вот смотрите, поехал, например, больной в Пермь, у него нет препаратов, там помогает. У нас, Российское общество больных гемофилией по России, все регионы собирает, и мы как дружная семья, где какая проблема, тут как тут. Точно так же, как и у нас в Карачаево-Черкесии. Кому что-то плохо, кому-то где-то какие-то проблемы, кто-то в больницу попал, и препаратов нет, все мы, или просто, просто собираемся, иногда беседуем, рассказываем своих. Когда-то были, когда они еще маленькие, ездили на рыбалку, выезжали, сейчас уже эти люди все взрослые. Было очень тяжело в 90-е годы, потому что тогда у нас таких препаратов, как сейчас, не было. Были заболевания, очень серьезные осложнения, потому что и гепатит С был, и кровь, как бы такая, криопрецепитат, и плазма, и кровь. Там были вирусы, много было осложнений на суставы. Наши мальчишки, сейчас уже не мальчишки, а уже дяденьки, встали на костыли. Сейчас этой проблемы уже как бы не было. В 2005 году у нас был агематолог Галина Степана-Попова, которая занималась первыми препаратами, которые поступили в Карачаево-Черкесе. Эту женщину можно было вспоминать и будем вспоминать долго, потому что на приеме у министра здравоохранения я своими глазами видела, как она плакала, обсуждая проблему наших больных гемофилией. Сейчас уже такой проблемы нет. У нас есть Диана Муглановна, есть Минздрав, есть наши больные, которые благодарны. Вот нашему гематологу Диане, она ведь может и ночью, и днем, и сама поможет, и сама приедет, и сама доставит, и все. Ну, повезло с врачами. Сложно ли психологически жить с диагнозом гемофилия, не только быть носителем диагноза, но и быть человеком, который заботится о том, у кого есть гемофилия? Дом начинает строиться с фундамента, и все в семье зависит от родителей, от мамочки. У мамы должна быть сила, духа сильный, твердый характер, выносливость, и все это передается детям. Вот представляете, все это, когда пройдет мама, а мама, у нас счастье, это здоровье своих детей, дети вырастают точно такие же. Они очень крепкие, они выносливые. Вот как-то эти травинки, которые вырастают из асфальта, вот они пробиваются. И вообще это, знаете, вот гемофилия в заболевании это благодарное. Если есть препараты у нас, если есть внимание со стороны, нам ничего не нужно. Мы будем жить, активно будем жить. У нас вот эти ребята, которые были инвалидами, получили инвалидность, в прошлые годы, сейчас имеют семьи, имеют детей и живут очень полноценной жизнью. Понимаете, даже могут позавидовать сверстники, потому что они вот такие сильные, как и их родители. Было тяжело. Вначале паниковали, не знали, что делать. Приезжали в Москву, тогда еще Москва нам помогала, и сейчас помогает Москва. Там нам говорили, потом передавали свой опыт другим мамочкам. И так и живем. Живем. Ежегодно отмечается Всемирный день гемофилии. На ваш взгляд, насколько важно, чтобы сегодня в обществе как можно громче говорили об этом явлении и не забывали об этой болезни? Вот 17 апреля это есть Всемирный день гемофилии. Это как Новый год. Понимаете? В этот день можно, как и в Новом году, сравнить, что было, что есть, будет. Можно помечтать, включить, что у нас дальше будет и как мы будем дальше жить. Вот этот праздник, наверное, это не праздник, это день, который отмечают люди, которые прошли вот этот путь. И с надеждой в будущее, потому что у них тоже дети будут и есть дети, и тоже у них дальше проблема какая-то будет, и они должны быть в курсе. И слава Богу, что у нас есть возможность сейчас получить эти препараты, не задумываясь о том, что их не будет. это не будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова